Руководство Чебоксар в последнее время зачастило на Чебоксарский Арбат и Красную площадь. Не прогулок ради, мы уже рассказывали, что эти территории должны преобразиться к 2019-2020 годам, к празднованию 550-летия Чебоксара и столетия республики. Сегодня вместе с городскими властями там побывали вице-президент Союза московских архитекторов и наша съемочная группа. Проектов реконструкции Красной площади Чебоксарского Арбата жители столицы Чувашии только за последние несколько лет видели множество. Пожалуй, самое грандиозное и обсуждаемое творение испанского архитектора Хосе Асабильо. Впрочем, он уехал, а Красная площадь осталась в прежнем виде. И вот новый проект, на этот раз местных зодчих. Хотел создать современный и экологичный дизайн. В проекте очень много используется натуральных материалов. Это такие, как кирпич, камень и древесина, естественно. Напротив Национального музея проектировщики отвели территорию для города мастеров. Принципиальное различие заключается в том, что мы разделяем на две зоны. Парковая зона, зона отдыха, детская площадка и колесо обозрения, выносим в одну сторону. И город мастеров, опять же, тоже с какими-то аттракционами и дополнительными палатками, располагаем здесь. Эта мера призвана убить сразу двух зайцев. И ремесленники получат комфортные и современные торговые и рабочие места. И фасады исторических зданий Арбата, наконец, откроются взору отдыхающих. В этот раз, судя по всему, столичные власти всерьез намерены воплотить проект в жизнь. Во всяком случае, в части города мастеров. 31 марта ремесленникам выдали предписание убрать торговые точки, а уже 2 апреля их начали демонтировать принудительно. Что касается остальной части проекта, это пока эскиз. Впрочем, приглашенный для консультации вице-президент Союза московских архитекторов особых замечаний не высказал. Рано что-то говорить. Все движется в правильном управлении. Проект отличный. И, в общем, развитие – это всегда хорошо. И это правильно. И каждый город должен постоянно развиваться. В городе есть атмосфера. И это очень важно. И она совершенно своя, уникальная. А дальше? Дальше я сейчас пойду смотреть просто. Что касается переноса палаток мастеров-ремесленников, московский архитектор отметил, делать это нужно аккуратно. Здесь, как при пересадке цветов. Главное – сохранить корни. Продолжение следует...